Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и вот о чем мы расскажем в ближайшие полчаса. Более 600 кубометров ила и 800 кубометров бревен власти Сочи вывезли из пострадавших от стихии поселков. Как идут работы, проверил губернатор. На месте аквапарка «Маяк» появится прогулочная зона. Проект реконструкции прибрежной территории уже представлен. Движение «Стоп-дилер» появилось в Сочи. Добровольцы не только избавляют город от наркорекламы, но и помогают в борьбе с реальными дилерами. Дюжев в роли самого себя, смена амплуа и новые поиски. В Сочи начал свою работу фестиваль «Кинотавр». Более 500 миллионов рублей сегодня составляет задолженность по зарплате в регионе. Своих денег ждут около 9 тысяч работников. Эти цифры озвучил губернатор Вениамин Кондратьев на краевом селекторном совещании. Все подробности у наших краснодарских коллег. Большая июньская планерка в крае началась с вопросов денежных. На повестку дня Вениамин Кондратьев сначала вынес погашение задолженности по зарплатам. Ситуацию в регионе удалось стабилизировать. Цифры накопленного долга больше не растут. Но до сих пор своих честно заработанных продолжает ждать 8,5 тысяч кубанцев. Им предприятия задолжали больше полумиллиарда рублей. Это не просто совещание ради совещания. И не просто вопрос ради вопроса. Я еще подчеркиваю. Это активная жизнь человека. Или замедленная жизнь. Или жизнь на обочине. Что еще хуже. Он живет этой зарплатой. Это его надежда. Это его планы. А это теперь уже не сбывшаяся надежда. Это уже не реализованные планы. Поверьте, мы человеку как бы жизнь чуть-чуть замедляем, что ли. И вообще его жизни лишаем. Людям нужна просто зарплата. И все. И в их понимании это просто зарплата. И это очень легко. Вот так щелкнули мы щелчком и зарплату принесли. И они не будут разбираться в экономических проблемах ни предприятия, ни экономики в целом. То есть им это неинтересно. И они правы. Потому что они пришли в 8 утра на работу. И ушли оттуда в 5 или в 6. И будьте добры, дайте им зарплату. И больше их ничего не должно волновать. И это правильно. Их больше ничего не должно волновать. А все должно остальное волновать наш с вами. Вот поэтому оно нас с вами и волнует. Поэтому мне важно понимать, как идет взаимодействие. Или оно не идет. У нас в крае создана достаточно четкая система выявления на ранних стадиях задолженности по заработной плате. Это и по данным органов прокуратуры, по данным трудовой инспекции, по жалобам. Опять же из этих 558, 54 миллиона это на действующих предприятиях. Остальная задолженность это задолженность предприятий банкротов. 557 миллионов. Это цифры только официальной статистики. Именно эту сумму людям необходимо вернуть, настаивает глава региона. Для этого Краевому министерству экономики и районным главам необходимо разработать различные алгоритмы. И, например, с помощью привлечения инвесторов погасить задолженность. Но для начала важно разобраться, почему некоторые предприятия сегодня не в состоянии выдать своим сотрудникам зарплату. В основном все проблемы, которые мы поднимаем, они расходные. Давайте говорить об экономике, а не только о расходах. Давайте смотреть на те мероприятия, которые как в Краевой администрации, с точки зрения департаментов, министерств проходят, чтобы экономика это заработала, чтобы мы добавочную стоимость собрали, чтобы мы в целом запустили переработку промышленности. Нужен результат не только на уровне муниципальных образований, на уровне краевых министерств и ведомств. Я надеюсь, что к следующей краевой планерке вы дадите их показатель, их работ. Вот наших краевых министерств и ведомств. Я хочу по блокам увидеть и тогда понимать из главы муниципальных образований, что если мы проседаем, и они, конечно, будут проседать. Я хочу тогда в глаза посмотреть нашим министрам, краевым, что они делают тогда здесь. Тогда их просто местами надо поменять, да и все. С теми муниципальными образованиями, руководителями, которые там дают результат. Работать и зарабатывать хочет и казачество. Для этого по поручению губернатора районным казачьим обществом местные власти должны были предоставить земельные участки, чтобы те, в свою очередь, занимались сельским хозяйством. Однако эту задачу выполнили далеко не во всех муниципалитетах. 22 муниципальных образований края уже выделили или готовы предоставить из муниципальной собственности земельные участки для казачьих обществ. Атамановым управлением РКО, расположенным у казахих муниципалитетов, предложено ознакомиться с заявленными земельными участками для дальнейшего принятия решения об их аренде. По информации 10 муниципальных образований, муниципальной собственности, земель для выделения казакам или казачьим обществам нет в нем иначе муниципальной земли. Давайте дадим возможность казакам, казачьим обществам зарабатывать. Все, другого пути нет, потому что в противном случае мы должны их кормить. Ну да, хотя бы дайте землю казачьим обществам, а потом уже с них спросите. А когда вы землю им дадите, они возьмут себе тех казаков, тех мальчишек или пацанов с высшим образованием уже, аграрным. И там они дадут совсем другое. И казачество по содержанию, и результаты будут другие. С высшим образованием должны ребята прийти в казачество. Они сделают и быт казачий по-современному, на новый лад. И экономику казачью тоже сделают. Уже традиционно на планерке подняли вопрос новых требований к застройке. Как выяснилось, эти правила игры не везде исполняют на 100%. Где-то сопротивляются застройщики, а где-то не могут перестроиться местные власти. В некоторых муниципалитетах до сих пор правила землепользования не совпадают с генпланами строительства. Генплан одно предусматривает, правила землепользования и застройки другое, а по факту строится третье. Ну как это? Тогда вы или есть там, или его нет. И архитекторы у вас или существуют, или не существуют. Или настолько нужно заплатить, чтобы, по большому счету, не видеть уже ни генплан, ни правила землепользования и застройки. То есть вообще ничего не видеть. Чтобы разобраться в причинах и проанализировать ситуацию, Вениамин Кондратьев поручает провести отдельное краевое совещание. И к этому вопросу требует подойти максимально жестко. И неприкасаемых при выдаче незаконных разрешений на строительство ни у кого не будет, пообещал глава региона. Мария Крошина, Ирина Касабова, Денис Перец, Денис Мскаленко, Кубань-24, Краснодар. Более 600 кубометров ила и 800 кубометров бревен власти Сочи вывезли из пострадавших от стихии поселков за прошедшие сутки. Напомню, больше всего от мощных ливней пострадал ряд аулов Лазаревского района. Движение по дороге Лазаревская от Хагапш уже открыто. Координацией восстановительных работ, привлечением сил и средств занимается глава Сочи Анатолий Пахомов. Что происходило накануне в подтопленных поселках, наш сюжет из аула Тхагапш. С вертолета нагляднее всего видны последствия стихии. Вышедшие из берегов горные реки в Лазаревском районе натворили немало бед для жителей сразу четырех сел. Основной удар стихии пришелся на Тхагапш. Так аул выглядел накануне. Заилиные дворы, покосившиеся заборы, разбитые автомобили. Куда мы денемся? Будем жить, будем настраиваться по-новому, освежать что-то. Стараться будем. Тонны ила, горы камней и кучи бревен. Ими буквально завалены практически все улицы Тхагапша. Предстоит вывести более тысячи кубометров веток, деревьев и осколков скальных пород. Над задачей работает около 30 единиц спецтехники. Трудятся, как говорится, всем миром. Спасатели Кубань спас МЧС, Догомыского ДРСУ, специалисты Кубань-Энерго и Водоканала, сотрудники администрации активно помогают и жители соседних сел. Работает только порядка 25 единиц транспорта. Там работает 5 погрузчиков. И, конечно, мобилизованы жители прилегающих аулов, а также администрации города Сочи. На завтрашний день мы также планируем сюда направить 200 сотрудников администрации города и адыги Туапсинского района. И счет дадут нам 50 человек. Поэтому надеемся, что дня за три очистка аула Тхагапша тоже будет завершена. В целом, пострадавшее горное село возвращается к нормальной жизни. Водоснабжение и электричество здесь, так же, как и в других аулах, восстановлено. Администрация города обеспечила жителей и продуктами питания. Запас продовольствия в полном объеме есть и в сельских магазинах. Я даю команду возить в пакетах воду да продукты. Ну, воду привезли хорошо. Саула помогает. Все это хорошо. И хлеб привезли. Вода есть. То есть никаких проблем? Ну, пока да. На месте продолжает работать специальная комиссия по оценке нанесенного стихии ущерба. Решается вопрос по выплате компенсации. Глава города пообещал – никто не останется с бедой один на один. Если где-то подпортился дом, мы окажемся. Я даже принял решение, уже дал команду, чтобы собрали однодневный заработок. Это с каждого чиновника. Все принимают сейчас решение. Думаю, мы через эту помощь, помощь окажем. Закончить восстановительные работы в Лазаревском районе планируют к концу недели. Однако в Сочи снова объявлено штормовое предупреждение. В ночь на 8 июня и до конца дня 9 числа ожидаются сильные дожди с грозами. Возможен резкий подъем уровня воды в реках, подтопление низменных территорий, сход селей. Поэтому всех сочинцев просят быть бдительными по возможности отказаться от личного транспорта, оставлять машины в безопасных местах и не посещать открытые водоемы. Сегодня работы по расчистке подтопленных аулов были продолжены. Для ликвидации последствия стихии прибыли еще более 500 человек. И к этому моменту уже вывезено порядка 1400 кубов ила и 1000 кубометров бревен. Как идут восстановительные работы, проверил и губернатор. Рабочий день Венемина Кондратьева прошел в Сочи. Вот уже второй день в Большом Сочи светит солнце. Но о том, что жизнь здесь вернулась к привычному ритму, говорить еще рано. Жители подтопленных поселков до сих пор вычищают грязь из своих домов и дворов. На улицах работает спецтехника. А без резиновых сапог невозможно пройти и метром. Сильный дождь в Азербайском районе лил все минувшие выходные. По данным МЧС, здесь выпало более 200 миллиметров осадков. А на эту краевую дорогу сошли мощные сели. Но местные жители ближайших поселков утверждают, что помимо всего видели еще три смерча. Ситуацию глава региона оценивает сначала с воздуха. Вениамин Кондратьев вместе со своими заместителями, главой Сочи и сотрудниками МЧС облетает все подтопленные районы. После уже в поселке заходит практически в каждый дом, куда пришла вода. Аут Хагапш одним из первых принял на себя удар стихии. Местные жители до сих пор со страхом вспоминают, как пережили этот вечер. Так страшно было. Вода идет. Муж с сыном висели на этом самом. Я стояла на столе, орала. Очень страшно. Вы это пережили, а мне сейчас важно пройти ногами то, что вы пережили. Чтобы я мог четко сам понимать, что сегодня делается и что нужно сделать для того, чтобы вернуть в вашу жизнь нормальное русло. Я и приехал, чтобы посмотреть, что на самом деле. Вот доклады хорошо, но когда своими глазами видишь, лучше. Вот сейчас идите комиссию, актируем, но здесь однозначно, если на лицо частичное, на лицо, значит компенсируем без всяких поборов. Впрочем, вода принесла не только мусор и грязь. Футбольное поле просто усыпано огромными камнями. Из 70 домов в ауле больше 10 оказались серьезно повреждены, а два полностью разрушены. Всем, кто остался без крова в ауле и соседних поселках Марьино и Татьяновке, по решению губернатора выплатят компенсацию. В первую очередь помощь окажут тем, для кого это было единственным местом проживания. Масштабы разрушений могли быть гораздо больше, если бы накануне местные власти на свой страх и риск не расчистили русло рек, считает Вениамин Кондратьев. Сегодня эти работы официально находятся в ведении Министерства природы России, за исключением чрезвычайных ситуаций. Краевые власти уже не раз выходили на федеральный уровень с инициативой наделить этими полномочиями регионы. Вот и сейчас, после схода селия, реки вновь нужно срочно расчищать. «Коллеги, мы сегодня отвечаем перед населением, что происходит. Вот мы отвечаем. Поэтому бумага, которая даже есть, которая предписывает нам делать одно, а жизнь предписывает другое. Давайте делать то, что предписывает нам делать жизнь. Вот люди, вот сегодня мы это отмываем, размываем, а завтра, не дай бог, посильнее что-то, уже будет крик. Сегодня его нет, потому что вовремя все меры начали принимать. А если мы оставим реки, эти поймы, забитые, замусоренные, заваленные поймы, поверьте, не дай бог, опять сильный дождик, понимаете, и даже дождичек, и опять все выйдет из берегов. Вот тогда точно никакая инструкция, никакой норматив, предписание нам не поможет». Ликвидировать последствия разгула стихии приезжают волонтеры и спасатели из соседних районов. Все подъездные пути к поселкам свободны для техники. Закончить восстановительные работы в домах и дворах планируют в течение трех дней. Но вот для того, чтобы полностью открыть для транспорта дороги, понадобится гораздо больше времени. Мария Крошина, Денис Москаленко, Алексей Комаров, Кубань, 24, Сочи. И к другим новостям. Сочинцы старше 70 лет получат субсидии на оплату капремонта. В Краснодарском крае определен порядок их предоставления. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Вениамин Кондратьев. Компенсация рассчитывается, исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц. В регионе этот минимальный размер установлен в размере 5 рублей 32 копейки. Согласно документу, социальная поддержка будет оказана одиноко проживающим, не работающим гражданам в возрасте от 70 до 80 лет или проживающим в составе семьи, состоящей только из пенсионеров, в размере не более 50% от суммы взноса на капремонт. Полностью освобождены от уплаты взносов будут не работающие граждане старше 80 лет. Одним из условий назначения компенсации является отсутствие задолженности по оплате ежемесячного взноса на капитальный ремонт. По вопросам назначения компенсации следует обращаться в Управление соцзащиты по месту жительства. Компенсации будут начислены за период, начиная с 1 января, на основании заявления и правоустанавливающих документов. На месте аквапарка «Маяк» в центре Сочи появится прогулочная зона для семейного отдыха. Проект реконструкции этой прибрежной территории уже представлен. Напомню, более 20 лет пляж в этом месте был фактически закрыт для свободного доступа, и попасть сюда можно было лишь за деньги. В период подготовки к Олимпиаде в Сочи стартовал проект «Открытое море». Мэр города поручил сделать доступ к морю свободным для всех жителей и гостей курорта. Исключением стали только лечебные пляжи. Большинство арендаторов согласились сразу, однако переговоры с некоторыми оказались тяжелыми и затяжными. По инициативе сочинских властей были приняты поправки в федеральное законодательство, что сделало возможным перевести ситуацию в юридическую плоскость. Мэрия подала исковое заявление в суд на снос объектов. В итоге владельцы «Маяка» приняли решение, не дожидаясь решения суда, собственными силами демонтировать конструкции. Было заключено досудебное соглашение. Металлический забор на этой территории убрали. Снесены также магазины, капитальные постройки и часть водных аттракционов. Помимо этого, кафе «Фрегат» сейчас уже частично демонтировано. И кафе «Массима», которое находится в 50 метрах от нас, оно будет приводиться к первоначальному виду. Будут демонтированы все надстройки, которые были самовольно построены, и будет приведено к первоначальному виду, согласно техническому паспорту, который на данный момент имеется у компании «Восолидус». В итоге там, где было бетонное покрытие, уже к следующему сезону появятся новые аэрарии, а также парк с зелеными насаждениями и небольшими детскими аттракционами. Оставшиеся небольшие кафе и водные горки, как следует из проекта, гармонично впишутся в новый дизайн Приморской набережной. При этом доступ на все пляжи останется свободным. В мэрии заверили, что реализация проекта «Открытое море» продолжится и в дальнейшем. Все объекты сомнительной законности будут снесены или приведены в соответствие с требованиями, установленными для пляжных зон в Краснодарском крае. Горнолыжный курорт Сочи стал лучшим в стране. Комплекс «Роза Хутор» признан лучшим горнолыжным курортом России, обладателем Всероссийской премии «Лидеры спортивной индустрии». Церемония награждения прошла в рамках Международного конгресса индустрии зимних видов спорта, организованного при поддержке Минспорта страны. Премия «Лидеры спортивной индустрии» учреждена в целях признания высоких заслуг лауреата наиболее выдающихся продуктов и проектов спортивной и туристической инфраструктуры как перед профессиональным сообществом, так и перед широкой общественностью. Название лучшего горнолыжного курорта России в этом году претендовало 12 комплексов, включая подмосковные «Сарачаны», «Архыс» из Карачаев-Черкесии, «Кемеровский» «Шерегеш». Победитель определялся по сумме процентов онлайн-голосований, профессионального жюри и народного голосования. Первое место сочинскому курорту «Роза Хутор» обеспечили 33,6% голосов. В Сочи возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетнего ребенка. Накануне на дороге «Адлер-Альпика-Сервис» произошло ДТП с участием автомобилей «Киа-Бонго» и «Хюндай». После аварии водитель «Хюндай» выбежала из машины и спрыгнула с моста. В салоне была обнаружена ее дочь с колото-резанными ранениями. Малышка скончалась в карете скорой помощи по дороге в больницу. Ее мать выжила и с различными травмами госпитализирована. По данному факту следственным отделом по Адлерскому району города Сочи и Краевого управления Следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье убийства малолетней. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. И по одной из версий, которые озвучивают сочинские блогеры, причиной такого поведения женщины стала измена мужа. К другим новостям. Движение СтопДилер появилось в Сочи. Вооружившись баллончиками с черной краской, добровольцы не только избавляют город от наркорекламы, но и помогают бороться с наркодилерами. Только за прошедшую неделю в центре Сочи было удалено 15 объявлений о продаже наркотиков. Все подробности у Татьяны Говорковой. Краснодарская общественная здоровительная организация «Кубань. Территория здоровья» вот уже два года ведет активную работу по предотвращению продаж и рекламы наркотических средств. Активная молодежь проводит рейды по выявлению объявлений от дилеров и закладчиков курительных смесей и психотробных веществ. Достаточно двух волонтеров, чтобы пройти по городским улицам и скрыть смертельные предложения. Еще два года назад Марина Петрова и сама была в числе зависимых очередную дозу заказывала не по телефонам и интернету, а просто покупала в аптеке. Все доступно, доступные цены, розницы. Рецептура-то она есть, но почему-то она, видимо, не отслеживается. То есть даже если у меня были проблемы, мне говорили, есть ли рецепт, я просто говорила, да, есть, и мне спокойно продавали. Пройдя нелегкую реабилитацию, Марина решила помочь не совершать подобных ошибок и другим. Она не только закрашивает наркорекламу, но и пытается выходить на дилеров. Только не ради удовольствия, а в целях сотрудничества с правоохранительными органами. Выявить продавца, да и просто забрать закладку зачастую невозможно. Это сложная мошенническая схема. Номера телефонов и интернет-страницы блокируются, а деньги, отправленные через онлайн-систему, естественно, не возвращаются. В Сочи ситуация с наркоторговлей не столь негативная, как, например, в Краснодаре, говорит руководитель общественной организации. Если за прошлую неделю в центре курорта было обнаружено всего 15 объявлений, то в краевой столице их в 4 раза больше. Там, конечно, рекламы больше. Но здесь мы наблюдаем сейчас всплеск именно перед сезоном, потому что очень много приезжает отдыхающих со всей страны. Как вы знаете, вся страна у нас сейчас просто погружена именно в употребление. И в основном это молодые ребята, которым нет еще 16, 17, 18 лет. Молодежь просто дурит и продает им под видом легких наркотиков, аналоги тяжелых наркотиков. Подобные рейды проходят во всех районах края как минимум раз в две недели. Такая работа хоть и немного, но все же вносит свой вклад в борьбу и профилактику распространения наркотиков. Профилактический осмотр прошел накануне в Лазаревском районе Сочи. По инициативе руководства ОВД в отделе полиции самого отдаленного населенного пункта курорта работала мобильная приемная медико-санитарная часть главного управления МВД России по Краснодарскому краю. Пройти обследование и получить квалифицированную медицинскую помощь врачей смогли ветераны Великой Отечественной войны, пенсионеры МВД, а также члены семей сотрудников погибших при исполнении служебных обязанностей. Прием ввели невролог, окулист, терапевт и хирург. Каждый пациент прошел исследование ЭКГ и получил необходимые рекомендации. Подобные медицинские осмотры руководство второй поликлиники медико-санитарной помощи Министерства внутренних дел России по Краснодарскому краю планируют проводить на регулярной основе. Минтруд подготовил предложение о выходных днях в следующем году. Если они будут приняты, граждане будут отдыхать 9 дней на новогодние праздники. Об этом сообщает РБК. Россиян, согласно этому проекту, ждут 9-дневные новогодние каникулы с 31 декабря по 8 января, а также 3- и 4-дневные периоды отдыха в феврале, мае, июне и ноябре. В следующем году несколько праздничных дней совпадают с выходными. В связи с этим предлагается перенести их. Это означает, что россияне будут отдыхать также с 23 по 26 февраля, 8 марта, с 29 апреля по 1 мая, с 6 по 9 мая, с 10 по 12 июня и с 4 по 6 ноября. Ну и о главном культурном событии этой недели в Сочи. Накануне на Театральной площади в зале под открытым небом состоялся специальный показ кавказского пленника Сергея Бодрова к 20-летнему юбилею фильма. А двумя часами раньше ему на сцене Зимнего театра был вручен специальный приз Кинотавра. Кто приехал на кинофестиваль в Сочи и за что сами артисты любят авторское кино? В репортаже Елена Овсециной. Открытый российский кинофестиваль Кинотавр проводится в Сочи вот уже в 27-й раз. У кинофорума есть новички и редкие гости Ингеборга Депкунайте, Светлана Ходченкова, Елена Подкаминская. Каждая из актрис, конечно, хотела удивить зрителя своим выходом. У большинства получалось. Дефилировали в эпатажных, дерзких, откровенных платьях. На ура принимала публика Федора Бондарчука, Михаила Ефремова, он шел с дочкой, Дмитрия Дюжева с супругой Татьяной. В конкурсной программе представлен фильм «Огнебольшой деревни». В нем Дюжев играет вроде бы самого себя, но человека достаточно скандального, нелюбящего все, что происходит вокруг. Жители села, чтобы не снесли их кинотеатр, решают снять фильм. Для этого и крадут знаменитость актера Дюжева. Молодой режиссер Илья Учитель уговорила артиста на эту роль. Он сказал, Дима, умоляю тебя, пожалуйста, сыграй это. Но мы воспользуемся твоим именем. На эту смелость я и пошел. И поэтому для меня это такой вызов с точки зрения, ну что ли, мнения зрителя. Поверит он, что я могу быть таким. 2016 год объявлен годом кино. Ну а кинотавр в этом году стал творческим состязанием для начинающих кинематографистов. При отборе на фестиваль из 75 премьерных фильмов 26 было дебютов. 19 фильмов сняты женщинами-режиссерами, и это их право услышать нынешнее время. На основной конкурс в итоге отобрано 14 картин, из них 9 дебюты. Все они и поборются за гран-при фестиваля. В истории фестивальных картин так бывает, что фильмы одного режиссера попадают сразу на два кинофестиваля. Речь идет о кинолиндии Ивана Твердовского «За луги». Российская премьера состоится здесь, в Сочи, на Кинотавре, а вот на международном конкурсе в Чехии в Карловахварах спустя месяц. Есть сейчас интерес к российскому авторскому кино за рубежом. Наверное, чтобы заглянуть в тайны загадочной русской души. А сами артисты не скрывают своего желания сниматься у интересных начинающих режиссеров. Приходят завтра, чтобы посмотреть их первые работы. Люди, которые сегодня здесь показывают, например, свои короткометражки, завтра будут снимать большое взрослое кино. И для артистов это замечательная возможность посмотреть, кто есть новенький. В авторском кино превалирует все-таки не бизнес, не деньги, а видение одного человека чаще всего. То, каким он видит мир или таким, каким он его хочет увидеть. Это либо драма, либо сказка. А действительность такова, что большие звезды меняют амплуа. Лишь Рената Литвинова, как всегда, в своем образе. А, например, Сергей Безруков стал продюсером. Гоша Куценко, режиссером конкурсного фильма «Врач» Мария Шалаева. Актриса, сыгравшая главную роль в фильме победителя кинотавра прошлого года про любовь, сегодня в жюри кинофестиваля наравне с такими величинами, как Сергей Шакуров. Возглавляет жюри режиссер Николай Лебедев, известный по фильмам «Легенда 17», «Звезда экипаж». Ну и по традиции на церемонии открытия была вручена главная награда фестиваля за вклад в российский кинематограф Сергею Бодрову-старшему. Впереди у артистов и кинорежиссеров, если повезет с погодой, целая неделя моря, солнце и кино. Делина Всесна, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». И в завершении выпуска информация от наших партнеров. Сеть салонов «Ткани для дома» предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье, пошив, штор на заказ. Партнер выпуска – бизнес-центр «Грант». В одном месте представлены материалы для отделки ремонта, мебель и предметы интерьера, текстиль, климатическое оборудование и многое другое. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. А я на этом с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго. До встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущих «Бьюти-рум Далс» – студию красоты, объединившую лучших стилистов и мастеров Сочи под руководством ее основателя Дарьи Далс. Благодарим за просмотр!